Счетная палата высказала претензии к госпрограмме «Развитие здравоохранения» на 2013-2020 годы, разработанной Минздравом. Как отмечается в отчете счетной палаты, на проволенном в Госдуму, Минздрав намеренно убрал из программы несколько важных медицинских показателей и задач, а часть показателей, например, обеспеченность врачами на душу населения, для чего-то занизил. К тому же аудитор счетной палаты, выступая с докладом в Совете Федерации, призвал Минздрав доработать программу «Развитие здравоохранения» на 2013-2020 годы. При этом, как пишет «Коммерсант», большая часть госпрограммы создавалась под руководством Татьяны Галиковой, которая теперь сама отчитывает Минздрав. Сколько будут жить россияне, по плану Минздрава, и чем будут болеть, как отмечает счетная палата в заключении, в тексте госпрограммы отсутствует или изменены около 20 показателей, в том числе, распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, охват диспансеризации подростков, распространенность ожирения среди взрослого населения, первичная инвалидность у детей, доля модернизированных лабораторий, соответствующих требованиям GLP, и показатель материнской смертности. Другие 32 индикатора Минздрав при составлении программы определил с учетом их фактического исполнения в 2013 году, что привело к уменьшению предполагаемого уровня обеспеченности населения врачами с 41 до 40,2 на 10 тысяч населения в 2014-2020 годах. То есть по сути претензии счетной палаты сводятся к тому, что Минздрав пытается достичь показателей ради самих показателей, а не ради улучшения системы здравоохранения. Кроме того, аудиторы отмечают, что Минздрав избавился в новой редакции госпрограммы «Отключевой» в аналогичном документе 2012 года «Задача – обеспечение системности организации охраны здоровья». Будь здоров и подписывайся на наш канал.